Всем привет, друзья! Сегодня мы идем на завтрак с нашими подписчиками, с нашими друзьями уже. Даже не будем их называть подписчиками. И оказалось, что у Светланы недавно был день рождения. Буквально в дороге, пока не ехали сюда. Да, и мы решили небольшой подарок поделить. Вот, с уклоном на изучение турецкого языка. На турецком написано, там, сахар, соль, там, такая посудина. И пойдем с ними на завтрак, сейчас. Да, и возьмем у них интервью, как они приехали. Вот, как они сюда добрались, с Грузией на машине. Какие у них приключения были. Вот, поехали. Погода у нас сегодня замечательная. Привет, Амила. Привет. Передавай, там, Мишка, скажи привет всем подписчикам. Ладно. Посмотри, пройди с глазами. Поехали. Мне всегда это ассоциируется с этим. Смотрели на «Наша Раша», где новости этот армянин начинает. Поехали. Пятигорский, что-то там такое. Да, да, да. Мне почему-то всегда наш YouTube-канал с этим ассоциируется. Жорик Вартанов. Жорик Вартанов, точно. В общем, друзья, мы начинаем небольшое интервью с ребятами. Андрей, Светлана приехали из Грузии вот недавно. Они приехали, немножко уже обустроились, да, немножко пришли в себя с дороги. Да, кстати, в этот раз я долго в себя приходила после пятидневной дороги. Такой был акклиматизация. В общем, сейчас они расскажут, как они приехали, какие у них были приключения. Всю историю расскажут, как они приехали. Передаю в микрофон. Всем привет, ребят. Ну, путешествие у нас началось, получается, в нашей родной Карелии. Оттуда точка старта. Выехали, получается, к какому числу, кстати, поехали? 10 августа, мой день рождения. 10 августа, да. Кстати, у Светлана день рождения, и мы решили стартануть нашу Турцию. Это был мне подарок на день рождения. Весь путь у нас занял примерно пять дней. Дороги, я скажу, везде отличные. Скажу по категориям сразу. Турция занимает номер один по дорогам. Второе место занимает Россия. Третье – это Грузия. Но ты расскажи, что мы в России ехали практически всю дорогу по платным дорогам. Да, практически. Ну, и были бесплатные. Очень большая протяженность, Россия огромная. И у нас впечатление сложилось, что дороги только положительные. Вообще здорово. Первое место, где у нас была остановка – это, получается, Тульская область. Вот, там гостиницы остановились. Не помню, как она называется. Клевер. Классное место, на самом деле. Отдохнули хорошо. Ну, и дальше путь дороги, в принципе. Загружены мы были по полной. По полной. Машина переполненная просто была, да. А как дороги не загружены были? Нет. Вообще замечательно. По платным дорогам. Все это вообще ехать по платным дорогам – это очень классная вещь. Едешь без всякого напряжения, никаких напрягов нету. То есть, кого-то обгонять. Просто перестраиваешься с одной полосы в другую полосу. В Москве мы сразу поменяли тормозные колодки. Спасибо, там, человеку. Я с ним заранее созвонился. Буквально все быстро, за небольшие деньги. А не помнишь, что за сервис был? Как назывался? В Химках, да? Да, в Химках. Сразу на въезде. Здорово все, ребята. Очень хорошо, быстро так сделали, да. Потому что дорога дальняя, сразу поменяли колодки и дальше помчали. А ты расскажи этот прикол-то, как мы купили колодки, они не подошли. Мы их провозили в машине две недели. А, колодки заказали, провозили их две недели. Это в Карелии, получается. Да, в Карелии. Почему нам пришлось в Москве это менять? Потому что мы заказали колодки. И заказали масло. И чтобы все это вместе поменять, мы ждали, пока придет масло. Оно чуть подзадержалась доставка. И в последний день перед отъездом мы приезжаем на сервис поменять все вместе, колодки и масло. А нам машину разобрали и говорят, у вас не те колодки, они не подходят. Сказали нам бомболейла, ребята, езжайте дальше на этих колодках. Где-нибудь в Москве поменяйте. Через интернет нашел человечка. Списались по WhatsApp, созвонились. Замечательно все было. Подъехали. Буквально это заняло пару часов работы. Нет, меньше. Не пару часов. Нет, около часа. А еще на секундочку перебью. А что за машина? Автомобиль у нас Kia Ceed. 19-й год. Скажу сразу, машина кайф. Вообще здоровская тачка. Она прям на душу легла. Купил себе новую игрушку в восторге. В восторге. Хорошо по Турции. Белого цвета. Вот мы именно выбирали белый цвет. Потому что Турция страна жаркая. И большинство машин тут в белом цвете. Мы как официально не исключение стали тоже в белом цвете взяли. Хотя и по большому счету разницы, наверное, нет в цветовой гамме, так сказать. Кузов там универсал. Довольно-таки большая машина. И, в принципе, по топливу она кушает немного. Мы выбирали, чтобы был большой багажник. Багажник оказался для нас маленьким. Да, все, что было задумано, конечно, не перевезешь. Хотели еще два вагона зацепить. Но никак не получилось. Да, купили еще бокс отдельно специально для вещей. Багажник на крышу. В итоге машина была забита битком. И багажник просто открываешь, и вещи начинают валиться. Еще и у Максима на заднем сидении там куча вещей была. В общем, так вот переезд, дело такое. Вот по пути исследования нам ни разу не попались ни гаишники, ни плохие люди. Вообще, как бы, хорошо, все отлично. Да. Следующий пункт нашей остановки был город Кропоткин. Кропоткин. А это Краснодарский край. Краснодарский край. Там, конечно, гостиница была под убитие немножко. Сильно отличалась от клевера. И по ценнику тоже отличалась. Костинница называется Лада. Лада. Да, дороже и похуже качество. Похуже качество. Ну, одну ночь переночевать, так что как-то справились. Выспались, все хорошо. Потом помчали уже во Владикавказ. Приехали там ходом. Очень нам захотелось попробовать осетинские пироги. Как бы, ну, где не попробовать, это вот как раз таки в Владикавказе надо. В Осетии, конечно. Осетинские пироги, в Осетии. Потрясающее место нашли. Вообще здорово все. Готовились, так сказать, к долгому переходу границы между Россией и Грузией. Стартанули дальше, у нас был такой план проехать границу, возможно, по темноте, то есть в ночь туда, чтобы по серпантину не петлять ночью. Ну, все вышло довольно-таки по-другому. По-другому, да. Мы как-то при подъезде границы, для нас был небольшой шок увидеть, что очереди как таковой нету вообще. Ждем очереди, ждем где-где-где очередь. Начитались, что там люди по 20 часов, по 15, по 10 стоят. Мы ждем очередь, очереди нету. Мы подъезжаем к границе, уже ворота. Все. Мы подъехали, да, буквально впритык к пропускному пункту. А к какому? Получается... Верхний Ларс. Верхний Ларс, да. Верхний Ларс. Подъехали в пропускной пункт к российской границе. Там мы прошли буквально за сколько? Я точно не засекала, но за два часа мы прошли обе границы. За два часа обе границы. И переехали по нейтралке по тоннелям и проехали грузинскую границу. Со всем оформлением, со всем... Единственное, где чуть-чуть подзадержали, это был большой поток почему-то пассажиров именно на грузинской границе. И там столпилась такая очередь. И вот где-то, наверное, полчаса мы стояли только в этой очереди. Все остальное мы просто прошли вот просто на ура. Один небольшой вопрос задам. А какие документы потребовали у вас там? Страховку, грин-карту вы там делали? На границе или у себя уже сразу в городе? Для въезда в Грузию нужна страховка грузинская. Грин-карта там не прокатывается. Это хорошее. Да. Но для проезда в Грузию она не требуется. Она требуется для выезда из Грузии. И получается, да, если ты ее не сделаешь, эту страховку, то штраф будет в двойном размере от стоимости страховки. То есть страховка стоит... Ну, не знаю, где-то люди делают за 30 лари, но у нас все-таки мы специально отъехали подальше, как советуют, не на самой границе делать. И все равно за страховку с нас взяли 50 лари. Хотя в самой страховке цена написана 30 лари. То есть они немножко так наваривают себе, накручивают, да. Может быть, где-то в крупных городах и можно ее сделать за 30 лари, но мы туда просто не поехали. Ну, там курс, кстати, неплохой, чтобы не ехать, допустим, в тот же Батумин, Белисси. Мы обменяли лари, получается, на российские рубли. 26 рублей получилось. Получается 38. Нет, это не то, считаешь. 38 лари за 1000 рублей дают. А, да. А 26 рублей получается курс, хотя официальный курс 22 рубля, а мы поменяли по 26. Вот так. В Батуми, где-то в Тбилиси есть более выгодные обменники, но мы просто не поехали. Нам не было смысла, да. Страховка нужна для выезда. При выезде с Грузии ее обязательно спросят. И если страховки нет, это будет штраф, стоит 100 лари. Страховка стоит 50, а заплатишь при выезде 100 лари штраф. Проще сделать. А какие еще документы границы попалки на границу? Документы на машину? Нет, вот именно на грузинскую границу спрашивали только документы на машину и загранпаспорта. Все. Больше никаких. На машину права и вот этот вот СТС. Сейчас нету, то есть, таких требований? Нет. Вообще нет. ВНЖ или какая-то справочка? Сейчас пока открытый въезд, основания не нужны. Проезжай, хочешь? Да. Почему-то в чатах пишут, что многих спрашивают цели поездки, там заставляют перечислять, куда вы поедете. Нас ничего не спрашивали абсолютно. Вообще. Куда едем, зачем едем, никто ничего не спрашивает. У нас уже, в принципе, Ким Лит был на руках. Да, но у нас его не спросили ни разу. Нас его не спросили. Мы его просто так сами показали на турецкой границе. И все. А спрашивать никто не спрашивал. Абсолютно открытый въезд везде. Вот. По страховке по грин карте мы сделали ее для въезда в Турцию. Уже на турецкую границу. Но можно ее не делать и сделать на самой границе. Мы не узнавали, сколько она стоит. Вроде бы говорят, что она обходится дешевле грин карты. Но нам не хотелось вот этих заморочек. Приди туда, потом сходи туда, где-то что-то оформи. Мы на месте сделали на две недели, на 15 дней грин карту. 1600 обошлось в рублях. И все. Мы спокойно, да, на турецкой границе ее спокойно принимают. Грин карту. Следующий пункт, мы не хотели ехать. Там есть пропускной пункт Сарпи. Вот. Но опять же, это нам было не по пути. Он более загруженный, что ли. И все. И он дальше. Там уезжаешь, надо было в сторону уходить 500 километров. Мы поехали через пропускной пункт. Езжали путь. Валли. Такой называется. Как валюха наша, как говорится. В принципе, по Грузии мы особо нигде не остановились. А, остановились гостиницы, получается. Буквально гостиница, топчик вообще супер. На Тахтари. На Тахтари, да. На Тахтари. Проезжали города, такие, как Боржоми. Там разные всякие такие. А что запомнилось этого? Почему-то Боржоми где ел воду. Как раз таки более... Много городков проезжали, но грузинские названия для меня еще очень сложные. Я их... Во-первых, их читать даже сложно по-грузински. Вот это их произношение. Ну, такой сложный язык очень. А как вам, ну, скажем так, отношение грузинов к русским номерам вообще? Ничего не было такого, чтобы нас беспокоило. Отдельного отношения не было, да? Нет, отдельного отношения. Никакой агрессии, никакой... Какой-то злобы, ничего такого мы не ощутили. Единственное, могу сказать, что хоть грузины славятся своим гостеприимством, но турки более гостеприимные и более доброжелательные к нам вообще. А грузины как-то так... как-то отстраненно вежливые, могу вот так сказать. Что в гостинице, что вот в ресторане, куда мы заезжали покушать. Как-то все... так нейтрально. Не так, как в Турции, да, нейтрально, да. Ну, гостишка вообще кайф, по ценнику вышла, она вообще недорого. Самая дешевая получилась, у нас 1800 на рублей обошлась. И она самая была приятная за все время следования. Вообще здорово. Все современно, красиво, все понравилось вообще, без всякого напряга. Очень хороший совет кто любит лимонады в Грузии. Они потрясающие. Вообще, ну, про вино говорить не буду, они, по-моему, на весь мир славятся. Вот, пища в Грузии отличная. Прям кухня. Это супер. Мы попробовали хинкали. Вещи. мы попробовали хачапури. это то, что в Грузии побывать и не попробовать, это, да? А как цены там на еду? Цены отличные, дешевле, скорее, по-моему, мне показали, чем в России. Конечно, дешевле, да, однозначно дешевле. Довольно-таки, ну, все вкусненько, натуральненько, вообще здорово. Все классно. Вообще, Грузия очень красивая. Но, вот, не во всех местах, в каких-то она обычная. А вот с верхнего Ларса, когда заезжаешь, там как раз вот этот вот район гор Казбек, там вот этот Казбек со снежной вершиной, и вообще все горы, там, они такие величественные, они такие вот, на них смотришь, вот, ну, дух захватывает, это какое-то не такое слово, там просто вот ты не можешь понять, как вот это вообще могло сотвориться такой природой. Они реально такие, какие-то, необычайные, вообще шикарные горы. Я старался смотреть на дорогу во время движения, но у меня глаз все равно в сторону уходил, чтобы увидеть это все красотой, я судорожно наблюдал. Раздвоение глаз мне чуть не случилось там. Необычные, необычные места там, да, мы впервые просто... Очень красиво. Впервые мы познакомились с горами здесь, можно сказать, да, ну, Сочи, конечно, мы видели там горы, ну, как-то так отстраненно, а в Турции, конечно, шикарные горы, ну, Грузия, вот эта вот именно гора Казбек, это что-то необычайное вообще. Не, здорово, вообще классно. Я чуть заикаться не стал от всей этой красоты, ну, тут серьезно. Вот, а потом мы помчали, у нас был пропускной, получается, пункт уже, как он назывался? Вале. А, Вале, е-мое, забыл. Вот, да, там вообще все просто, никаких очередей, такой, знаете, как немножко колхозик такой, спокойно. Колхозенький немножко, да. Я даже не понял, как мы там и прошли, а что мы уже в Турции, ну, так вот, все происходило на лайте, и все, мы пересекли, в принципе. Единственный пункт, где немножко у нас посмотрели машину, это вот при въезде в Турцию. И то буквально так, слегка, можно сказать. И то выборочно, пару коробочек. пару коробочек открыли, увидели, что мы, мы им объяснили, что мы home, едем домой, и они, все нормально, закрывай, езжай. Ну, все, мы въехали в Турцию, ночевали там уже, мы хотели за один день вообще проехать к дому, Мерсин, по километру живут, не помню, сколько нам там. У нас получалось с утра 1200, по-моему, километров от границы. Вот, и считайте, мы въехали с... А, нет, это получается не с утра. Сейчас я расскажу, я вспомнила, как. У нас, получается, мы около 300 километров проехали до Вали от на Тахтаре, там, где мы ночевали. Вот, 300 километров где-то до Вали мы проехали, перешли границу, и после границы, вот уже турецкая, нам оставалось еще 1200, то есть в общей сложности получилось бы полторы тысячи километров. Да. Это сложно проехать их за сутки, поэтому... Да, там серпантинчики где-то, вот такие петляющие дороги. Но напряжение постоянно вот такое есть, как бы дорожное, ну, в принципе, поэтому мы решили немножко так кимарнуть в машине. Кимарнули там где-то на заброшенной какой-то заправке Лукоиловской, смотрим, там дальнебойщиков целая куча, и мы там с ними рядом вырубались там, как младенцы. Это просто по трассе, даже не в каком-то городе, а просто по трассе. Часа 4, наверное, 5 лет. 4 часа 4 мы, наверное, поспали, потянулся с местными фермерами, поздоровался и дальше в путь. И все, и мы буквально проехали. Во сколько мы уже были? Получается, на пятый день мы приехали где-то уже в 11, в 12 часу дня мы уже были дома. То есть получилось 4,5 дня, можно так сказать. То есть от Карелии до Мерсина 4,5 дня. 4,5 дня, учитывая, что 3 ночи мы ночевали. То есть 3 дня мы ночевали так нормально вообще. То есть мы где-то часов, наверное, в 11, в 12 заселялись, ну и выезжали где-то часов в 8, в 9. А сколько километров получается у вас вышло? Около 5 тысяч. всей дороги у нас вышло. Вот. И мы можем даже сказать, сколько у нас вышла цена с едой, с проживанием, с бензином. Это я не только хотела спросить. Все вот, все, я к сожалению, не взяла свой блокнотик, но я могу тебе потом передать все вот это вот, вот эти свои записи. Мотографы может. Да, для видео. То, что им не, это какой секрет? Мы специально считали, чтобы, да, в общей сложности в 41 там с копейками 1000 нам обошлась дорога. А по пунктам я уже тебе потом пришлю, вставишь в видео. Да. Конкретно сколько за что? Да, будет вообще классно. Это средневная информация для людей, кто собирается сюда. Да. На что это рассчитывать? Я считаю, что это довольно-таки недорого. Это со всеми вот этими более чем с гостиницами, с едой, то есть совсем совсем. С гостиницей получается 3 дня мы ночевали 3 раза. Вот. по платным дорогам ехали, учитывая, кто-то может по бесплатным дорогам поехать, будет еще дешевле. Ну, не так безопасно. Да, не так безопасно и не так ненапряжно, так скажем, да, как мы ехали. Ну, в принципе, платные дороги 200-300 рублей стоят там. Ну, каждая дорога, да. Да, около 5000, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, я потом по записи тебе отправлю. Около 5000, по-моему, все дороги в общей сложности обошлись. И как вы обрадовались, когда приехали в Мистин? Или как вот приехали сюда, пожили полтора-два месяца, уехали на полтора месяца и обратно. Вот по сравнению, что вам все-таки ближе теперь? Ближе. Что вы сейчас уже домом считаете? Дома мы очень скучали по дому. Да, по дому мы считали. Скучали очень по дому. Может, какие-то для себя какую разницу вы заметили? Вот то, что вы здесь прожили полтора месяца, потом обратно, после того, как вы здесь прожили полтора месяца? Разницу мы почувствовали сразу. В чем плюсы и минусы свои там, где вы раньше жили? Мы разницу почувствовали сразу в ценах. Местные магазины, такие как сетевые, не буду, они все известные в России, при заходе туда мы немножко были шокированы. Это очень чувствуется, когда уезжаешь пару месяцев достаточно. Приходишь в магазин и у тебя... Человек быстро привыкает вообще к хорошему. за полтора месяца мы к этим ценам открываются глаза. Реально, глаза открываются, когда я выходила с магазина просто с каким-то психом. Ну, как можно две тысячи оставить в магазине рублей и ничего практически не купить на них? Да, это очень печально. Очень печально. По ценам очень печально. И почему-то бензин не падает в России. Он должен... Ну, реально, это страна, которая производит все это. Должна цена, как и не стоили быть, там, не знаю, вода дороже, чем бензин. и что, как обычно, нам не хватало там солнышка. Хотя, вроде бы, как считается, для Карелии, у нас это лето было теплое, да, вроде бы, как и тепло, вроде как и... ну, вот, как будто что-то не то. Там не такое солнце, как здесь, не такое яркое, не такое все цветущее, Там у нас родители, все родственники, мы очень со всеми повидались, очень тепло. мы, конечно, были очень рады всех видеть, очень... Все очень здорово. Это плюс, это очень плюс, большой плюс, потому что мы уже успели заскучать по родственникам. Ну, и, соответственно, мы уже считаем, что Мерсин, это наш дом, и мы... Хотелось домой, а что у нас там... Мы в гостях там, но не дома ведь. Дом должен быть свой у каждого. Поэтому, да, хотелось домой, и мы очень обрадовались, когда приехали домой, да? Да, очень обрадовались, и через год мы будем... Мы для себя вот примерно уже такие моменты, мы где-то год будем жить, и на лето уезжать, конечно же, в Россию, родную нашу Карелию, потому что здесь очень жарко. Летом очень жарко, душно, нам здесь некомфортно летом. А комфортно... Ну, как говорится, каждый любит вот этот свой комфорт. И мы уезжать на пару, на тройку месяцев в Россию, и опять же, будем скучать, понятное дело, чтобы не забывать все вот эти моменты. Ну, и опять возвращаться с такой широкой улыбкой и в родную Турцию. То есть, у вас будет наоборот, люди в России там на лето уезжают в теплые страны, а тут наоборот... А мы будем, да, на лето уезжать в холодную страну. Интересно. Вот, поэтому здесь снег тоже можно найти, и мы будем все это дело показывать, освещать тоже. Что найти можно? Снег. Снег. Здесь, да, конечно. Буквально 20-30 километров. Где-то здесь, в Мерсине, ведь есть тоже горнолыжный курорт недалеко, да. На лыжах можешь покататься. О, это да. Вроде все рассказали. Можно уже закруглять. Да, нет, я хочу еще рассказать. Ребята, мне такой шикарный подарок подарили. Я не могу, я чуть не прослезилась. Почти, да. Такой букет. Шикарный. Они не забыли, они поздравили меня с днем рождения, хоть и с прошедшим. Да. Вот. Еще в машину уже убрали там такие классные штучки для дома, для приправ. Ребята, большое, огромное вам спасибо. Я просто тронута до слез. Спасибо вам. Ну и это от души. Еще раз поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, удачи. Спасибо, Кубер. Чтобы всегда удача была на вашей стороне. Еще раз поздравляем Светлану с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья. Это самое главное. Деньги, все это как бы будет на самом деле. Какие-то материальные вещи это не самое главное. Самое главное это действительно вот счастье в таком глубоком понимании этого слова. Ладно, ребята, мы на этом прощаемся с вами. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Может быть что-то под конец еще что-нибудь вставим какое-нибудь видео. Субтитры 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 Субтитры